Здание будущего духовно-проследительского центра принадлежало церкви еще до эволюции. В советское время, вплоть до закрытия в 2006 году, здесь располагалась 14-я школа, которую посещали ребятишки из окрестных деревень. После ее закрытия здание долго пустовало, пока не было передано Великоусюжской епархии, которой как раз требовалось место, где можно было бы проводить собрание. Строить для этого новое здание было бы слишком дорого. Тогда решили и конструировать здание бывшей школы. Духовно-проследительский центр является тем местом, где можно будет проводить общие пархиальные мероприятия, в первую очередь мероприятия, просвещение, как воскресная школа здание можно использовать. И уже есть у нас программы, которые мы прописаны, что мы будем тут делать, как будем осуществлять свою деятельность. Сейчас здание представляет из себя довольно жалкое зырище. В то время, пока оно пустовало, а после закрытия школы здесь орудовали вандалы. Пока в 2020 году не начался капитальный ремонт. Средства выделены по федеральной целевой программе укрепления единства российской нации. Весь мусор из здания убрали сами верующие, теперь за работу примутся профессионалы. Буквально из пепла придется возрождать строителям этого здания всю его былую красоту. Впрочем, пешек здесь больше не будет. Их уже разобрали по кирпичику. В процессе реконструкции сюда подведут газ, установят отопительный котел. Также в здании появится вода, электричество, а также канализация. После чего рабочие примутся за отделку помещения. Здесь подстоит немало работы. Само здание и старая школа еще в порядке, но вот полы в некоторых местах придется заменить. Кроме того, ставить новые окна и покрасить все стены. Планируем закончить капитальный ремонт этого здания к декабрю этого года и уже ввести его в эксплуатацию. Все договора мы уже заключили о капитальном ремонте, о подведении коммуникаций. Поэтому надеемся, что в срок все успеем сделать. Ну а после того, как завершится капитальный ремонт, епархия займется обустройством прилегающей территории. Здесь появится спортивная площадка и возможно небольшой сад. Максим Тянов, Антон Креев, телеканал Русский Север.